Там, где несколько десятков лет стояла тишина, вновь звук работающих машин. В когда-то пустом цеху химического завода под Железногорском теперь разместилось предприятие по выпуску вспененного полиэтилена. И пусть не всегда всё идёт по плану и бывают накладки. Рулоны непрозрачного полиэтилена готовы покупать и красноярские, и московские фирмы. В строительстве его используют как подложку под ламинат или капель. В сфере ЖКХ полиэтиленом оборачивают трубы для сохранения тепла. Сейчас этот рынок захвачен столичными и новосибирскими производителями. Наш товар, уверены предприниматели, будет уходить по более низким ценам. Ведь поступают на него заказы даже от рядовых красноярцев. Очень много сейчас, особенно в летний сезон, отдыхающих. То есть многие берут толстые, порядка 25 мм толщиной подложку и используют вместо матрасов, палатках и так далее на озере. Давать вторую жизнь советским заводам – стратегия краевой власти по развитию местного бизнеса. Там берут в аренду заброшенные цеха, ремонтируют их, после чего отдают в аренду по бросовой цене предпринимателям. Это позволяет местным производителям наладить в крае выпуск продукции и составить конкуренцию московским и зарубежным компаниям. В ближайшее время химзавод под Железногорском станет производить продукцию еще одной красноярской фирмы. Здесь наладят производство товаров из высокомолекулярного полиэтилена. Вот образец пластинки маленькой, так, а будет такая 4 на 2 метра будет производиться. И можно сделать стадионы, на которые можно кататься. Можно делать катки сухие, так, на которых можно кататься летом. Если мы с вами сделаем фурнитуру из них, она будет не требовать смазки и будет работать бесшумно очень долго. Значит, на самом деле, это широко используется. В России это находится в стадии начальной.